Дорогие друзья, всем добрый вечер, доброй ночи. Как и обещала, сегодня у нас состоится грандиозный эксклюзивный онлайн. У нас есть сегодня уже заявленный весьма официально гость нашей импровизированной студии. Он появится незамедлительно, но пока такое вступительное слово от владельца этого канальчика. Я понимаю, что вы ждали этого онлайна, ждали давно. Мы уже провели в среднем 2-3 недели на самоизоляции. Всем привет! Ребят, думаю, что у вас был сегодня продуктивный, хороший день. Что вы напитаны лучами солнца и позитивом, как всегда. Ну а вечер существует для того, чтобы подбить итоги конкретно этого дня. Поговорить о том, что происходит в мире. Наша задача сегодня с нашим гостем, с Леонидом Железным, обрисовать вообще цели и задачи на ближайшее время. Потому что, как вы понимаете, музыканты сейчас, как и все остальные, вынуждены жить здесь и сейчас. И в этом основная сложность, поскольку наша активность, наша деятельность заточена на то, чтобы выходить к людям, взаимодействовать с ними, играть в концерты, принимать участие во всяких разных активностях, в тех самых массовых мероприятиях, которые на сегодняшний день, к сожалению, как бы упразднены из нашей жизни. И, казалось бы, да, есть ровно два пути. Кто-то, наверное, уже сидит и грустит, переживает и не знает, что делать дальше. А кто-то ищет пути решения. Кто-то старается не падать духом, что самое главное, поддерживать свое физическое здоровье и наполнять свою жизнь не только для себя духовно, но и для окружающей своей среды. И, собственно, ради этого я здесь в онлайне с вами каждый божий день, начиная с 17 марта, даже выходила дважды в день. Сейчас я уже свела эти онлайны к одному разу в день, но потому что сейчас у многих началась учеба онлайн, и не хочется отвлекать студентов, поскольку мы с ними тоже взаимодействуем. И вот остался такой вот один вечерний формат, как я говорю, лофтотерапия на ночь глядя. И вот сегодня наша задача с Леней – обрисовать возможности для музыкантов. Всем привет, привет, привет! Какие существуют опции для того, чтобы, во-первых, нас не забывали, для того, чтобы мы самореализовывались с вами, для того, чтобы мы теряли контакт с этой аудиторией, которая, конечно же, ждет от нас каких-то новостей, каких-то фидбэков. Потому что сейчас люди, которые остались без искусства, они, в общем-то, ну, чем они занимаются? Занимаются готовкой, уборкой, наверное, выживают, наверное, это очень тяжело психологически. Вот наша задача – показать, как можно оставаться на позитивной волне, несмотря ни на что. Потому что, знаете, вот, наверное, существуют ровно две опции для каждого из артистов, для каждого из музыкантов. Конечно, все мы, привыкли к определенным вещам, мы все в известной степени являемся ремесленниками, в хорошем смысле слова, потому что ежедневно мы имеем такую, знаете, расписание, как бы задачи, да, то есть, например, мы каждый день должны заниматься, мы каждый день должны прикасаться к своему инструменту и делать это все лучше и лучше. Мы знаем, к чему мы готовимся, это наш обычный распорядок. Мы знаем, с кем мы занимаемся и как мы и чем занимаемся, если речь идет о наших учениках. Если занимаются с нами, мы знаем, какая профессура за это берется. И все это происходит, как правило, в реальности. Сейчас наша жизнь, она не остановилась, она немножко замерла, она как будто бы поставлена на паузу. И все то, что можно сделать в онлайне, на первый взгляд, кажется гораздо более ограниченным и, может быть, даже не таким полным. Но это только на первый взгляд. Потому что на самом деле существует бесчисленное количество опций, которые мы все еще можем с вами сделать, в которых мы можем с вами преуспеть. В частности, недавно было обсуждение здесь в онлайне о опциях YouTube-каналов, как их люди развивают. Ведь артист – это такое очень, как сказать, многогранное понятие. Мы не ограничиваемся только теми опциями, которые у нас инструментальные, здесь и здесь. Мы можем дать людям больше, мы можем с ними делиться опытом, вне зависимости от того, где мы заперты. То ли мы находимся у себя дома, или мы находимся на улице по дороге с вытасом мусора, или, может быть, не дай бог, по дороге в магазин. Неважно где. Мы готовы креативить, мы готовы придумывать новые форматы, мы готовы придумывать новые возможности для того, чтобы это искусство не останавливалось, как и жизнь, и продолжало вас наполнять. Ну, сейчас в ближайшее время мой монолог перейдет, конечно же, в диалог. Я думаю, что в ближайшее время, ну, я уже видела, что к нам присоединился Леня, ему остается только постучать в окно этого онлайна, и мы сможем начать нашу беседу уже конкретно, уже с конкретными советами. Ну, а вы, дорогая аудитория, вы должны нам как бы помочь в том, что вы можете задавать какие-то вопросы по теме. Тему я обрисовала. Проблемы, печали и радости того времени, в котором мы находимся здесь и сейчас, и какие опции есть для того, чтобы нас не забывали, то есть чисто имиджевые, какие-то возможности для того, чтобы все-таки профессия музыканта не оказывалась где-то там ненужной, потому что все понимают, что существует пирамида Маслоу, по которой есть базовые уровни жизнедеятельности человека, есть какие-то, так сказать, уровни, которые выходят в топ только тогда, когда уже возможно жизнь не только физическая, но еще и какая-то для того, чтобы шлифовать свою душу, буквально через несколько секунд. Итак, мы в ожидании. Всем привет. Привет, Алиса. Алиса, а что если мы попробуем на полный экран вот так вот, знаешь, повернуть телефон в другую сторону или планшет, гаджет, что у тебя там? Я могу повернуть, конечно, телефон, но я думаю, что все сломают голову и шею. Да, может быть, мы не будем сразу экспериментировать. То есть у всех тогда, да, всем придется телефоны поворачивать? У меня есть подозрение, что софт Инстаграма, ну, насколько я это знаю, он как бы не предполагает горизонтальной съемки в формате истории или как минимум онлайн-историй, поэтому лучше экспериментировать не будет. Лучше вот так, да, ага. Если тебе некомфортно, что я сверху, я ничего не могу с этим поделать, извини. Нет, очень хорошо, да, ты у меня тоже сверху. Как твои дела? Ну, все хорошо. Недавно была прогулка уже такая традиционная, значит, раз в день я выхожу до магазина и обратно. Людей немного и вообще такая обстановка пока непонятная. Чем ты занимаешься целыми днями? Ты занимаешься? Да, я занимаюсь сам и сейчас я тоже перешел на, так сказать, онлайн-уроки. Дело в том, что у меня есть ученики, с которыми я занимаюсь и вживую. И сейчас вот благодаря вот этой ситуации приходится переходить на онлайн-занятия по видеосвязи. Ну, я могу сказать так, что я не поклонник вот такого жанра именно видеоуроков. Но я хочу сказать, что в этом есть и большие плюсы. Дело в том, что когда мы занимаемся с учениками по видео, качество звука, оно меняется постоянно. То есть не всегда бывает хороший четкий звук. Поэтому мы стараемся каждую мельчайшую деталь зафиксировать. И очень внимательно и подробно занимаемся. То есть в этом есть свои плюсы. Приходится прислушиваться прям так очень конкретно. В общем-то, это эффективно, да. Эффект такого вот радиосвязи. То есть пока кто-то один говорит, другой должен обязательно слушать, а не перебивать. То есть это идет с такой небольшой задержкой. И это очень прикольно. А вот это самое сложное, да. Потому что приходится говорить «стоп». И это же не так, что человек, если бы он в классе стоял, в помещении, он сразу останавливается. Проходит какой-то люфт временной определенный. Я тебя очень хорошо понимаю. Потому что у меня все это самое. 25 раз подряд повторять. Ну, что поделать. Связь не всегда стабильна. Ну, как-то сейчас выживаемые, в принципе, у меня уже было несколько опытов. Вот онлайн-занятий за это время. И мне очень, в принципе, понравилось. А скажи, пожалуйста, какие-то онлайн-уроков, которые ты проводишь своими, очевидно, учениками, которые у тебя были еще и в реальной жизни, да? Это ведь не новые люди, которые появились. Это вот та аудитория, да? Да, да. Да, вот мы поняли. То есть ты продолжаешь заниматься. Это очень здорово, потому что не каждый музыкант на это пойдет. Я вот тоже дерзнула попробовать. Мне тоже, в общем, понравилось. Хотя есть в этом свои печали и радости. Вот два вопроса насчет того, в каких порталах вы взаимодействуете. То есть это, ну, WhatsApp, да, там, Zoom. Что вы используете конкретно с учениками? Ну, я использую WhatsApp, и недавно очень была плохая связь, и я подумал, может быть, и сказал ученику, давай в Viber попробуем. Там было еще хуже. То есть Zoom я попробовал, но совсем не пошло. То есть там все, ну, просто, грубо говоря, виснет, и невозможно вообще работать. Вот WhatsApp, он как бы такой самый оптимальный вариант, но те, у кого есть, скажем, iPhone или iPad, они могут заниматься по FaceTime, там качество звука лучше. Ну, тут подсказывают уже в комментариях, пошли наши друзья. Вот я читаю краем глаза. Ребят, вы молодцы, вы поднимаете. Тиндер вот написали. Ну, я не знаю, я не пробовал там заниматься. Первый написал Давид, это Давид решил хайповать. Давид, привет. Потому что на самом-то деле люди сейчас очень активно стараются знакомиться в онлайне. Но об этой теме давайте чуть попозже, потому что все-таки у нас поставлены таргеты. Я буду таким властерином времени, да, если вы мне позволите, буду задавать наводящие вопросы. На них будет отвечать Леня, на них буду отвечать я, и мы будем с вами обсуждать, да. Но с онлайн-уроками более-менее понятно. От себя могу добавить, что мы занимаемся в WhatsApp, и пока тьфу-тьфу-тьфу, как бы качество позволяет, и трафик, в общем-то, ну, выдерживает, и видео не падает. Иногда прерывается, но это незначительно. То есть это, в принципе, возможно. Леня, а вот скажи, пожалуйста, вот как ты относишься к последней такой недавней теме, которая очень активно звучит на Фейсбуке, о Ютьюбе, о вот этих несчастных ютьюберах, и относишься ли ты к ним, к этим людям, которые просто вот обзавелись когда-то в свое время каналом, да, и выкладывали какие-то свои супер-успешные записи? Почему я так говорю? Потому что я очень хорошо знаю, будучи музыкантом, насколько тяжело, и мы самокритично, и, ну, вот, супер под увеличительным стеклом относимся к всему тому, что мы делаем, и как сложно иной раз, да, выложить какую-то даже очень хорошую вообще запись, но это такие мучения, такие вот копания, и вот в итоге мы выкладываем, да, и сейчас что выясняется? Скандал, да, на скандале, что люди хотят как-то попытаться перевести свои каналы на более серьезную ступень, ну, я напомню для аудитории, которая не в курсе, что существует как минимум три опции на Ютьюбе, да, это базовый канал, это канал премиум-класса, да, с определенной подпиской, и канал, который нас больше всего, очевидно, интересует, канал с донациями, то есть так называемый донейшнс, когда, в чем разница, да, на базовом канале человек может монетизировать свой контент, но это происходит за счет рекламы, то есть между потребителем и конечным продуктом, да, то есть, собственно, нашим исполнением и аудиторией стоит реклама, которая на каком-то этапе при тысяче подписчиков, там, сорока тысяч часов просмотров, начинает отстегивать создателю канала, да, ну, собственно, за счет рекламы. Если мы не хотим мучить людей этой рекламы, то мы хотим просто сломать эту стену из рекламы между потребителем и продуктом, то есть нами, мы принимаем условия донации. Вот, скажи, пожалуйста, во-первых, у тебя есть YouTube-канал? У меня есть YouTube-канал, там не очень много записей, потому что, честно говоря, я никогда YouTube вот так вот серьезно не вел, как это делают сейчас многие музыканты, исполнители, и не только. В основном какие-то вот записи, которых нет, моих записей на моем канале, они у моих коллег на каналах, которые ведут более активно. В принципе, я думал заняться сейчас, поскольку появилось свободное время, и, так сказать, перезалить какие-то записи именно на свой канал, и уже можно тогда его рекламировать и поучаствовать в этом флешмобе, который сейчас вот в Facebook среди музыкантов обменивается YouTube-каналами. То есть я подписываюсь на человека, который мне это предложил, и я ему кидаю ссылочку на свой YouTube-канал, и он тоже на меня подписывается. И это сейчас вот все начало работать. Вот что касается... Ты этим не занимаешься, да, то есть ты как бы сейчас не развиваешь свой канал, потому что, на самом деле, для того, чтобы начать его развивать на волне вот этого всеобщего флешмоба, ну, не так важно вообще иметь какие-либо записи, как бы это парадоксально ни звучало, достаточно его открыть. А уж тем более, если у тебя есть какой-то контент, то этого вполне достаточно. Да, а вот что касается донаций, это, конечно, тема такая интересная. Есть еще какой-то ресурс, Twitch, по-моему, да, вот платформа, там музыканты сейчас устраивают онлайн-концерты, и на них, я так понимаю, покупаешь что-то вроде входного билета. То есть чтобы послушать, ты должен задонатить, и тогда ты вот среди публики уже смотришь концерт. Вот, другое дело, что сейчас вот все мы попали в очень такую неприятную ситуацию, и насколько будет эффективно именно вот этот вот способ, донейшн, и будет ли это пользоваться какой-то популярностью и спросом, вот это другой вопрос. Как сделать так, чтобы это, так сказать, имело популярность и чтобы это действительно работало, чтобы, грубо говоря, музыкант в ситуации, в которой находится сегодня, мог, в общем, получать какую-то копеечку на хлеб. Ну, ты знаешь, на самом деле на это есть определенные ответы, они уже существуют, мы можем развивать эту тему, мне кажется, это всем будет очень интересно. Ну, выскажу свое такое начальное соображение, мне кажется, что сейчас победит и, наверное, преуспеет в этом, в этой опции тот музыкант, который, ну, в общем, может предложить что-то не только вот напрямую связанное с его исполнительством, да, то есть непосредственно онлайн-концерты, потому что, ну, все знают, что те онлайн-концерты, которые, допустим, успели провести в реальности, да, они были, ну, в общем-то благотворительными, да, то есть в плане монетизации они ничего не решали. Жить как-то надо, зарабатывать нужно своей профессией, так вот мой вопрос заключен в том, что каким образом, вот, артистическим, что ты можешь предложить как какую-то дополнительную опцию, ну, потому что ты, вот, например, можешь давать уроки, ты можешь играть концерты, что еще вот есть у тебя в запасе, чтобы показать, поделиться с аудиторией, что, возможно, тебя очень здорово выделит на фоне остальных, ну, какое-то, может быть, умение, да, то есть связано, разумеется, с музыкой. То есть я исключительно о нашем профессиональном сейчас говорю. Какие идеи у тебя появляются? Потом я поделюсь своими, какие у меня родились. Ну, идеи, в общем-то, такие, наверное, довольно стандартные, вот в каком смысле. Дело в том, что сейчас, даже если у меня есть какие-то идеи, что-то их очень сложно воплотить только из-за того, что я сейчас один, и я не могу, допустим, собрать ансамбль из музыкальных, то есть я могу, конечно, но это будет сразу шквал осуждения, что мы не соблюдаем карантин, и что-то, вот, допустим, приготовить какую-то интересную программу вместе, что-то сольно, что-то вместе с кем-то, и такой, получается, микс. В общем, из разных произведений разных эпох, я надеюсь, что вот ситуация, которая сегодня, вот, неприятная, и то, что отменены массовые мероприятия, это продлится еще, в общем, довольно долго, как все предполагают, я надеюсь, что концертная деятельность будет... Так, у нас очень... Да, я завис немножко, да, я надеюсь, что концертная деятельность сейчас, она будет возобновляться, может быть, сначала это будут онлайн-концерты без публики, которые сейчас, это все было очень популярно, консерватория, Московская филармония все это организовывала, но и это тоже, к сожалению, сейчас запретили. Да, но дело в том, что это аниматизировалось, как бы, твой вопрос, и как бы, ну, наш с тобой совместный посыл, как бы дать людям ориентир, дать пищу для ума, каким образом все-таки можно сейчас оставаться на плаву, потому что, да, безусловно, мы музыканты, которые, ну как, воодушевляем, да, но все-таки не только это, нам нужно каким-то образом продержаться, и поскольку у нас, ну, действительно, очень много разных вообще совершенно опций, но я намерну. Вот давайте, давай такую устроим мини-викторину, вопрос-ответ, я буду тебе говорить тезис, да, связанный на эту тему, тебе так будет прочно. Мне тоже, наверное. Вот смотри, есть такая опция, например, ведение влога. То есть вот смотри, да, я приведу примерно себе, я никогда в жизни не вела вот такие вот живые онлайны, то есть не в качестве вот такого дуэтного начала, не уж тем более монолог, я всегда стримила онлайн в лофте, это были концерты, но они пользуются определенной популярностью, но этот формат пользуется гораздо больше популярностью, не потому, что мы закрыты, а по каким-то другим, более пугающим причинам, хочется сказать, как ты относишься к понятию влога или блога. Ведь твоя, да, ведь ты достаточно известный как бы, ну, человек, да, и многие очень интересуются твоей персоной, не только твоим искусством, да, то есть давай не будем останавливаться исключительно на артистическом, на твоей вот этой вот профессиональной кухне. В твоем исполнении людям может быть интересно многое, если не все. Вот как бы намек такой. Как ты относишься к тому, если бы тебе предложили вести влог или блог? Ну, если предложили бы, то сначала надо было бы мне понять, зачем это вообще нужно. Я объясню дело, потому что я никогда блог или что-то наподобие этого я не вел, просто потому, что, наверное, каждый человек чувствует, вот это твое или это не твое. Вот мне как-то к этому никогда не тяготило. Мне всегда было интереснее что-то прочитать, что-то узнать, изучить и, естественно, сублимировать это как-то в своем исполнении. Так что про блог я пока не думал. Пока я думаю о том, что и вообще могу дать советы и молодым музыкантам о том, вот как сейчас оставаться на плаву. Ну, первое, это, конечно, оставаться в форуме и каждый день проводить с инструментом. Ну, это понятно. Стараться, насколько это возможно. Мы все это понимаем, и мы как бы, не волнуйся, Лене, мы не прогуливаем, но все-таки вопрос остается, ну, как бы... Нет, я говорю даже, конечно, все понимают, просто у многих людей сейчас может быть даже какое-то подавленное состояние. Вот музыка спасает. И сразу уходят все лишние мысли, которые нам мешают. Да, безусловно. И ты знаешь, я считаю, что нам как бы проще, наверное, чем людям, которые не могут взять руки в инструмент, сесть там за рояль, да, поиграть. Потому что, конечно, когда мы начинаем заниматься, все обеды отступают, и мы совершенно забываем, что что-то вообще даже и не в порядке, да, и вот есть ощущение такой вот позитивной подмены. Но, тем не менее, вот ты знаешь, у меня еще есть буквально два вопроса на тему как раз-таки вот этого несуществующего влога-блога. А вот если бы тебе сказали, ну, или предложили, было бы тебе интересно проводить или писать, или снимать, вот нечто в формате таких музыкальных дневников. Ну, вот как ты, например, занимаешься своим апгрейдом, своим самообразованием сейчас на карантине, когда дверь закрыта, никто к тебе не может попасть. То есть какие-то занятости, на кого ты ориентируешься, даже не в плане профессиональности, что тебя вдохновляет? Как ты себе не даешь засохнуть? Что ты делаешь для этого? Ну, что вдохновляет, это уже не в зависимости от сегодняшней ситуации, а вообще в принципе, то есть для меня мало что изменилось. Меня также вдохновляет общение с интересными людьми. Когда я что-то прочитаю или какие-то впечатления меня из жизни, вот это вдохновляет, потому что это очень серьезная вот такая вот вещь, как жизненный опыт. И, естественно, как мы можем играть музыку того же, допустим, Брамса, если мы никогда в жизни не переживали какую-то, может быть, несчастную любовь или что-то наподобие этого. Это потом все, когда происходит вот эта сублимация в исполнении, это начинает быть источником вдохновения. Ну, к примеру. А что касается писать музыкальные дневники, это, конечно, интересно. Но просто сейчас такой шквал в интернете вот этой всей информации, потому что все сидят дома и в основном сидят в интернете. Я не соглашусь. Я сразу хочу как бы вот небольшую ремарочку такую ставить, что я обратила внимание, что наша лента, в общем, она превратилась в такой жанр футпорн, да? Что это такое? Такой хэштег. А, конечно, да. Не думаю. То есть это понятно, это объяснимо. Это вещь человеческая. Я сама тут давала кое-какие рекомендации по приготовлению ЗОЖа, неожиданно для себя. Но, тем не менее, да, вот справедливости ради. Люди как-то вот перестали мыслить креативно именно в своей профессии, потому что на самом-то деле, почему это происходит? Каждый считает подскудно, что это скоро закончится, и не придется придумывать ничего нового. Ну, хорошо, если так. Хорошо, если мы вернемся в реальность, и каждый продолжит свой творческий путь. А если, не дай бог, нет, а если нам, как бы, ну, больше, чем мы рассчитываем, да, в таком виде, то, соответственно, как бы становится вопрос, причем он совершенно, ну, нормальный. Как можно реализовать себя так, чтобы и у тебя было такое практически сценическое, ну, удовлетворение? Позволю себе назвать это. А, просмотр, да? То, что и комментарии, и лайки. Ну, чтобы нет, чтобы это была и имиджевая история, и артистическая история, и чтобы это было привлекательно с точки зрения, может быть, тоже какой-то монетизации заработка элементарной. Ведь то, что я сейчас набрасываю, это возможность показать себя. Вот знаешь, как в лофте есть модерация, да, когда я говорю, что формат принадлежит вам, вы раскрываетесь не только как артисты, но и как люди. И здесь то же самое. То есть показать такое, знаешь, вот все же мечтали увидеть артистический бэкстейдж. Всегда. Что-что-что-что происходит до того момента, когда он берет в руки скрипку, накидывает на себя, там, не знаю, свою одежду сценическую, да, и как бы до этого образа что. А сейчас же, вот, собственно, вся такая жизнь, да, вот ты поставь, не знаю, камеру у себя на кухне, да, и вот от начала до конца это же будет интересно, то, что ты делаешь, разве нет? Вот я почему-то так и не думаю, что это будет прямо очень интересно, но вот про готовку и вообще все, я тоже подумал, может быть, стоит как-то сейчас тоже этим увлечься, потому что это, конечно, интересно, и мне кажется, то, что я готовлю, это немножко однообразно изо дня в день. То есть я не заморачиваюсь насчет этого, но, в общем, очень приятно смотреть, когда мои друзья там, и мужчины тоже, когда они готовят, вот я сегодня там испекл блинчики, или вот я сделал вот это, это, по-моему, очень забавно, и так с большой теплотой отношусь к такого рода постам в Инстаграме. Ведь, блин, самое главное... Да, я просто рад, если человек умеет готовить, то есть ему как бы точно не скучно, потому что он может сейчас кучу всего интересного делать. Это верно. А вот скажи, пожалуйста, вот в какой мере, вот если бы я тебе сказала, я считаю тебя мультитаскером по жизни, то есть человек... Что? Я считаю тебя многозадачным человеком. Ладно, я спускаюсь как бы на ступень-то пониже. Дорогая аудитория, все нормально, мультитаскинг, это многозадачность. Леня многозадачный человек, просто он тщательно это скрывает. Ты многозадачная личность. Ты, смотри, ты исполнитель прекрасный причем. Ты замечательный, талантливый, молодой преподаватель уже. Для тех, кто не знает, Леонид Железный преподает не только частным образом, но и преподает в Московской государственной консерватории дважды ордена Ленина. Пожалуйста, вот он перед вами. Вот мы сейчас как раз собираемся переходить вот уже официально на онлайн обучение, то есть будем проводить регулярные уроки по видеостралии. Да, как ты к этому относишься, как лицо официальное, потому что я в консерватории неофициальное лицо, у меня как бы такой альтернативный каналчик, поэтому у меня очень такой животрепещущий интерес. Как я к этому отношусь? Очень просто. Мне кажется, что если бы сейчас не вводили онлайн обучение, все бы просто сидели и, грубо говоря, ничего не делали. Конечно, это как раз первый способ держать себя в форме, общаться с педагогом, узнавать что-то новое, как-то развиваться. Но есть две проблемы, а я о них вот... Первую я знаю, потому что я сам скрипач, и я покупаю такие вещи, как струны, канифоль. Вот, и я помню, 27-го числа это был последний день, когда все работало. Я закупил, в общем, какое-то количество вот этих струн, потому что, а что делать? Я же не знаю, что будет через месяц, два или три. Но сейчас я подумал о другом, о том, что... А что делать, допустим, пианистам, у которых нет дома не то что рояля, но там пианино или электронного. Вот что делать? Вот именно, что делать? Нет, у меня есть, на самом деле, у меня есть электронное фортепиано, мне очень повезло, мы сегодня с одним небезызвестным человеком тоже обсуждали момент того, что цифровое пианино – это хорошо, но когда мы притронемся к акустике, наверное, могут быть совершенно другие ощущения. Знаешь, как говорится? Ну, все-таки это какая-то практика в течение вот этого карантина домашнего, то есть это лучше, чем ничего, опять же. Нет, нам повезло, нам грех жаловаться. Ну, ладно, неважно, сейчас пианиста временно опустим. А вот, Лёнь, скажи, вот ты уже затронул тему консерватории. Как ты относишься, например, к ведению лекции или каким-то способом передачи своего опыта, скажем так, непосредством скрипки? Или, допустим, скрипки плюс слово? Вот если бы я тебе сказала, ты наверняка знаком с известными такими видеороликами Леонарда Бернстайна, где он рассказывает о музыке, да, то есть как бы цель стоит такая, просветительская. То есть сейчас, понимаешь, такое время, когда, ну, смотри, Лофт, да, допустим, тоже как проект, ну, он занимается просветительством, да, на том уровне, на котором это было возможно сделать в реальности. Сейчас этого как бы всего как будто бы нет, да, и поэтому вот я задаю вопрос, который меня волнует. Как сделать так, чтобы люди, которые сейчас стремятся так же, как и раньше, к просвещению, чтобы, ну, вот их ни в коем случае не оставлять? Ну, да, мы не можем играть концерты, но, может быть, хотя бы в виде лектория, просвещения, намеков, каких-то иллюстраций, вот что-то вот на эту тему сделать. Ты не думал? Ну, вообще есть такие люди сейчас, которые... Что? Я не услышал последний. Он как бы как пример. Я не говорю, что вот именно в его стиле, да, потому что, ну, все-таки это композитор, это немножко другая эпоха, но это как вот точка опоры для тебя, да, вот, ну, чтобы ты понял, что я имею в виду лучше. Вот ты бы мог такое-то делать, тебе было это интересно. Это интересно, и мне очень нравится, что в твоих концертах твоего проекта вот есть вот эта вот модерация. Дело в том, что некоторые люди, или там, допустим, ребенок приходит, вот, и звучит какая-то серьезная музыка. Ему так будет гораздо интереснее, чтобы ему рассказали о чем это, при каких обстоятельствах композитор это написал, и что он в этот момент переживал, если это известно. Поэтому я к этому отношусь очень положительно, и когда меня просят что-то рассказать, я с удовольствием это делаю. Вот у меня был опыт, когда это была беседа с публикой. Я сидел со скрипкой, меня время от времени просили что-то сыграть, исполнить несколько сольных произведений, и потом со мной беседовали, это было как интервью, и при этом люди, которые сидели, они могли каждый задать вопрос. В основном пришли родители с детьми, которые учатся в музыкальных школах. И их волнуют какие-то моменты касательно музыкального образования. Как лучше заниматься, как вести себя на сцене, на зачете, на экзамене. И действительно очень хорошо, что родители этим интересуются. Меня очень порадовали вопросы, потому что они были очень правильные. Я сам именно задавался, когда был в возрасте этих детей. Это первый, второй класс. Ты знаешь, я считаю, что это совершенно потрясающе. Объясню почему. Потому что действительно на детей, которые учатся, и они мечтают соприкоснуться с теми, кто играет совсем на другом уровне, как правило, ну не то, что это невозможно, это сложно достаточно. Поэтому, когда приходит молодой, уже известный человек, и говорит, открывает какую-то для них Америку, это, как правило, дает такой толчок. Это на самом деле воспоминания, когда они уже вырастают, абсолютно удивительные. И они вспоминают того самого человека, и они очень ему благодарны, что был такой вечер, который я посетил, это было замечательно, потому что с того самого дня и дальше идет продолжение этой истории, ведь я начал заниматься по-другому, ведь я что-то для себя открыл, понял. А теперь как человеку, который давно прошел этот путь, и ведь тебе тоже помогали, тебя ведь тоже просвещали. То есть находились люди, которые нестандартно смотрели на твои навыки, когда ты еще был младше, когда ты был совсем, может быть, маленьким, да, ты же тоже такие истории помнишь наверняка. Вот просто эта вот идея просвидетельства, мне кажется, сейчас в онлайнской жизни, да, назовем это так, она имеет место быть, потому что, смотри, мы убиваем двух зайцев одним ударом. Люди не будут чувствовать себя, ну, брошенными, да, в стрессе, потому что концертов нет. То есть как бы то, откуда они черпали энергию, вдохновение, они, многие живут этим, да, ведь мы не будем замалчивать то, что, да, аудитория академической музыки, она элитарна априори, она не может быть такой же большой, как масс-маркет, да, как какая-то попса, но это огромный класс людей, которые сейчас чувствуют себя, ну, брошенными, да, по сути. Так, может быть, если мы не можем, ну, в полной мере на своих инструментах, потому что, ну, вот в таких условиях невозможно, может быть, давать качественные онлайн-концерты, так, может быть, хотя бы словом и вложением, как бы, в просветительскую часть. Потому что, почему для меня такой живой интерес? Потому что, как только мы ушли на карантин, ну, ты понимаешь, что ЛОФ тоже был закрыт, как и другая часть массовых мероприятий. Было бы здорово, если бы его не закрыли, конечно. Да, аудитория ЛОФ-то предлагала проводить на 49 человек. Вот. Я поднимала двумя руками эту идею, но, к сожалению, руководство ЗИЛ это было невозможно, ведь департамент культуры над ним давлеет. Ну, то есть правила едины для всех. Ну, конечно, опять же, подвергать публику, да, какому-то, не дай бог, ну, сомнению. Потенциально, да, теоретически даже, какой-то опасности, да. Очень нехорошо с моей стороны. Поэтому пришлось смириться. Но передо мной поставили очень нестандартную задачу. Я, конечно, много чего уже вытворяла в своей жизни, но мне пришлось написать три статьи просветительских. Как бы, одна была достаточно примитивная, там, как слушать академическую музыку, то есть на собственном опыте. То есть как сделать так, чтобы любому человеку она была понятна. Вторая статья была, ну, просто о личности, там, Мариса Равель, это не так, может быть, да, интересно сейчас музыкантам будет слушать. Вот. И третья статья, которая абсолютно взорвала мой мозг, потому что она должна была быть написана в журналистском абсолютно стиле. Есть такое понятие, как стори-теллинг, там, вон грид. То есть, ну, журнальная статья о коде классической музыки. То есть, понимаешь? Ну, я не музыковед и не журналист, но задача была поставлена именно такая, чтобы аудитория, пока сейчас все на карантине, вот почитала такую длинную статейку, и как-то вот у них там в голове это все, значит, выстроилось. И я думала, что это совершенно невыполнимо для меня, что я просто в этом буду погребена. Но в итоге, что хорошего, меня лично заставила, ну, как бы, вот эта ситуация заставила провести такое сайт. Но и люди, которые это прочитали, они сказали, ну, теперь вообще пазл сложился, почему проект, почему там вы занимаетесь камерной музыкой и так далее, и так далее, и так далее. К чему я это рассказываю? К тому, что, возможно, вот пазл, да, как бы твоей личности, твоих возможностей, его можно, ну, дополнить вот в этот, казалось бы, невыгодный период, то есть больше проявить себя не только как музыкант, то, что ты, ну, чем ты занимаешься ежедневно, изо дня в день, да, то, что ты шли в луж. Но и сплюсовать это вот непосредственно с твоей личностью еще. Как ты на это смотришь? Ну, поскольку я, опять же, там не веду блог, но вот эта вот хорошая мысль ты сейчас подала, вот по поводу, допустим, музыкальных дневников. Можно сделать, к примеру, сегодня я напишу про Моцарта, завтра про Бетховена, и каждый день выбирать каких-то композиторов, можно сделать даже такой флешмоб, то есть загадать композитора своему другу, который откопает какую-то в интернете интересную информацию или из книги откуда-то что-то выпишет, и люди будут это читать. Это очень полезно. Я в этом вижу только положительную сторону. Если Фейсбук не будет засорен бессмысленной информацией, а вот такой, вот это было бы, конечно, замечательно. Ну, так давайте засорим Фейсбук, наконец-то, чем-то полезным, хорошей музыкой, хорошими словами, и вообще добром и светом. Знаешь, на самом деле, ты говоришь... Я только за. Ну, классно. Ну, так давайте начинаем. Завтрашнего дня, все, в 12.00 стартуем с этим флешмобом. Дорогие друзья, вы можете от нас ожидать хайпа. На самом деле, я даже думала, что ты говоришь, ну, блог, ну, наверное, видеосъемка все-таки имеется в виду, да, что как бы ты там и играешь, и говоришь. Не возьмет и не переработит. Там очень серьезные вещи нам пишут, на самом деле, мы как-то пропускаем. Дорогие друзья, мы не будем пропускать, мы сейчас вам дадим какое-то время написать комментарий, может быть, у вас есть вопросы, а пока вы думаете. У меня возникает вопроса. Вот, Леня, скажи, пожалуйста, пока шли вот эти вот онлайн-концерты в БЗК, в Казыче, ну, в Заряде, как ты относишься вообще к этой теме? Вот уже люди практически все сидели на карантине, а музыканты как бы на линии фронта в опасность продолжали играть. Ну, как, я могу сказать, что, как я к этому отношусь? Я был в шоке вообще от всей этой ситуации, потому что почему-то мы сидели у себя в Москве и думали, что нас это таким образом не коснется, хотя у нас ситуация относительно спокойная, относительно Европы, например, там все знают, что происходит в таких странах, как Италия, Испания. Вот сейчас я думаю, мы об этом не будем говорить, но тем не менее, все-таки я начал чувствовать, что нас это каким-то образом уже коснулось, и вот эти онлайн-концерты, это было абсолютно правильно, их же тоже вскоре отменили, то есть пока они шли, я сам посмотрел, вот онлайн-концерт, был открытие сезона в Большом зале консерватории, выступал Юрий Башмет и ансамбль солиста Москвы, я посмотрел концерт целиком, мне очень понравилось, и, конечно, когда я смотрел, было вот это ощущение, мне стало немножко как-то грустно и пустовато, да, на душе, то, что видно, что зал абсолютно пустой, а музыканты выкладываются, они уходят, они также кланяются в зал, потому что там может стоять камера и как бы публика, это мы, те, кто это смотрим, да, и, конечно, жалко, что сейчас мы лишены возможности даже проводить онлайн-концерты, надеюсь, что это продлится недолго. Ну, на самом деле, тут только что вот уже написали на вопрос, что музыканты недовольны, что без гонораров, это неправда, это неправда, потому что на самом деле они знали, что это благотворительная акция, и как бы хотели поддержать таким образом... Конечно, знали, естественно, это все заранее обговаривается. Я поясню, если бы этот период именно с онлайн-концертами и филармонии, да, и в Заряде, и в консерватории, ладно, в меньшей степени это не касается, но вот конкретно филармонии и Заряде, это было бы выведено на определенный уровень монетизации, возможно, даже бы публика за это не платила, но нашли бы, изыскали возможность из государственных средств платить музыканта, поскольку это их кусок хлеба, это их прямой заработок. Другой вопрос, что до этого дела не дошло, но и, собственно, качество этих онлайн-концертов, то есть как, это, конечно, грустно, грустна действительно сама атмосфера, вот, так что вот такая вот история. В принципе, сейчас могут онлайн-концерты проводить музыканты и дома, это вопрос всего лишь хорошего микрофона и более-менее хорошего инструментария. В принципе, это был бы интересный формат, я считаю, для многих, потому что, опять же, вот в этой закулисье, простая публика, которая не музыкальная, не артистическая, она всегда мечтала попасть. Возможно, сейчас это как бы звездный час. Другой вопрос, что музыканты, как правило, оказываются, ну, не совсем подкованы с технической точки зрения, да, является камнем преткновения, мы не будем это замалчивать, это так и есть. Но, с другой стороны, возможно, это тоже хорошее начинание для возможности поиска новых коллабораций с другими видами искусств. Вот как ты отнесся бы к тому, если бы тебе предложили, ну, поясню свой вопрос. В музыке нет, как бы, носителя, нет физического эквивалента, да, и от того тяжелее всего продать свои умения, да, будем называть вещи своими именами. Это было тяжело и со сценой, и с реальностью, это тем более тяжело в онлайне. Но есть другие профессии, то есть я имею в виду, что есть другие профессионалы, которые известны в своих кругах, да, например, те же самые театралы, те же самые художники, у которых есть некий, вот, продукт. Вот если бы тебе на сегодняшний день, или ты бы сам предложил какой-то новый синтетический жанр, когда эти искусства, ну, они, в общем, сплавлено в состоянии находятся, тебе было бы это, ну, как-то интересно, вообще, твое отношение к этому? Потому что, да, я понимаю, это бы не был там концерт Чайковского, да, это не была бы там третья соната Брамса, условно говоря, да, это, наверное, была бы другая музыка, может быть, даже современная, может быть, нет, может быть, это была бы какая-то, ну, там, упаси Господь, не хочу там даже такое называть, фоновая музыка, это все равно бы была бы музыка, ты бы все равно стоял со скрипкой, но это было бы не так, как вот это было до того, пока нас не закрыли. вот как ты к этому относишься? Ты имеешь в виду некий синтез таких видов искусств, как музыка, может быть, театр, да, и что-то такое, правильно? Изобразительное искусство. Да. и даже кино, это все, да, это все можно совместить, и более того, мне кажется, сейчас так делают, я что-то подобное даже наблюдал, то есть, может сидеть оркестр, они что-то исполняют, потом, там, это может быть совместно с хором, потом какие-то проекции, которые, естественно, как бы соответствуют содержанию вот этого всего действия, да, это интересно. Совершенно верно. Еще желательно, чтобы в зале свет выключили, мне очень нравится, когда темно, и свет минимальный только для того, чтобы высветлить какой-то важный субъект на сцене, либо чтобы музыканты просто видели ноты, то есть все по минимуму в этом плане. Ну, я тоже такое люблю. Тоже такое люблю. Если это сделано талантливо, то да, почему нет? Да, просто понимаешь, мой вопрос, он как бы, как тебе сказать, он сейчас не связан с реальностью. Вот, песочная анимация, например, да, это тоже относится к таким видам искусств. Она что, звук проботала, ребята, напишите нам в комментариях, мы так раз с тобой разговариваем. Нет, 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 говорят, что звук нормальный, я так понимаю, что вот Сергей писал, что не было звука, а сейчас, я так понимаю, что появился. Ясно. Да, Миша, привет, кстати, спасибо тебе за, твой комментарий. Элина, привет. Со всеми поздоровались, да, на всякий случай. еще все остальные 40 человек, привет. Продолжаем. Так, ты мне просто ответил на этот вопрос, очень так хитро, ты ответил опять, рассчитывая на присутствие реальности во всей этой истории. а если мы заперты дома, то есть у нас в арсенале, как бы, все онлайн-технологии, все средства, даже, предположим, возможно, сейчас на самовывоз, или, не на самовывоз, на доставку, заказать там любой микрофон, любую видеокамеру, в принципе, там, это не стоит каких-то там баснословных денег, то есть кому надо, тот заморочится. То есть к чему я кладу? Предположим, что мы остаемся вот на этом домашнем, как бы, карантине, тире самоизоляции, когда, ну, можно выйти каким-то образом, ну, так, осторожно. И то есть как-то где-то, но только не на концертной эстраде, можно поколлаборировать. Что бы ты сказал, если бы тебе предложили какое-то нестандартное решение в плане площадки, локации? Ну, и дома в том числе. Все же дома остаются. То есть ты имеешь в виду, из разных локаций что-то такое совместное сделать, чтобы это было, как онлайн... Ну, так играют даже сейчас камерные ансамбли, но это как бы, это самое примитивное, что я имела в виду. Ты имеешь в виду, играют в режиме онлайн или сводят потом... А вот что я имела в виду? Я имела в виду и то, и другое. То есть вот как бы... Потому что бы тебе не довелось выходить с этими людьми вот на какую-то сцену. Ты сказала про сцену. Сцены сейчас нет, забудь о ней. Ну, нет ее. Дина, привет. Всем привет. Юля, привет. Привет. Значит, то есть ты имеешь в виду что-то такое неконкретное сейчас. Нет, нестандартное. Нестандартное. То есть в каком плане, чтобы это, опять же, я говорю, это связано с видеоконтентом, да, непосредственно? То есть это может быть из разных локаций, естественно, поскольку карантин. Правильно? Да. Что тут музыка? Допустим, что если это театральное представление, но театралы в любом случае лучше работают на камеру, чем музыканты. Простите, уважаемые музыканты, но это правда. Да, у них на роду это написано. Художник лучше рисует, чем музыкант. Ну, в большинстве случаев. Да, это так. Ну, это, знаешь, это тоже, на самом деле, от случая зависит. Бывают музыканты в такой кондиции, когда они рисуют лучше любого художника. Вот. Вопрос заключен в том, что вот если твоя музыка, авторская или не авторская, каким-то образом принимает участие, ну, если, допустим, видеоролик снял другой какой-то художник, деятель культуры, кто угодно. То есть так, снял так, как он это видит, да, и, грубо говоря, заморочился. И смонтировал, а ты с твоим куском музыки. Как тебе? Ничем тебе не опция? Опция, по-моему, очень... Прекрасно. По-моему, у меня даже были такие опыты, то, что мы сначала записали с другом сонату современного композитора для скрипки фортепиано, и потом с нашим же участием сняли такой клип, и как бы мы под свою же музыку, под свое исполнение, точнее, да, куда-то идем, что-то происходит, сюжетно. Так что... Ну, вот ты уловил мою мысль, да, вот я как раз это имела в виду. В этом во всем единственное, что, конечно, это должно быть сделано убедительно, интересно и талантливо, потому что, если я вижу, что музыка записана хорошо, а видео снято с налетом, какой-то несерьезности, это сразу почему-то отталкивает, и я могу выключить через 30 секунд. Лень, ну, я поэтому уточнила, что должны быть профессионалы в двух разных сферах, то есть как бы теперь только вопрос, есть ли у нас такие друзья, но всегда можно как-то, да, подружиться, познакомиться с кем-то. То есть это вопрос желания, вопрос коллаборации, но качество не обсуждается, разумеется, все, что ты говоришь, это только так и никак иначе. То есть не то, что там за углом что-то там слепили, сделали, да, и вот выставили это за великолепный вообще контент. Конечно нет, конечно нет. Вот просто поскольку концертные площадки заперты, то креатив, ну, волей-неволей, он начинает работать, потому что, знаешь, как говорят, дедлайн, лучший стимул для прогресса, да. Вот у нас дедлайн, он как бы теперь перманентный. Ну вот люди сейчас действуют в силу своих возможностей, то есть возможностей, которые от нас не зависят. Мы сейчас на карантине, и вот многие мои коллеги уже записали видео, допустим, ну, ты тоже, по-моему, уже что-то с Давидом, да, записывали, то есть, грубо говоря, ты играешь в свою партию, потом он в наушник слушает, что ты играешь. И тут у меня интересная мысль была, вот люди... Владимир Че, большой привет, мы не успели, Люня, так сделать, потому что для этого на карантине. Вот, дело в том, что у меня такая мысль, то есть, конечно, все хи-хи-ха-ха, шутки, но люди, в общем, заморачиваются изучением камерной музыки, много практикуются, чтобы была какая-то совместность, общая идея, общее звучание и так далее и тому подобное. Вот. А если ты записал свою партию, у музыканта есть возможность тебя слышать, ну, один дубль сделал, второй дубль он уже будет играть совместно с тобой. Мне кажется, это какое-то новое течение в камерной музыке и вообще, если так все будет развиваться, камерный ансамбль можно будет просто отменить официально, да, и сделать из этого такой онлайн предмет, просто педагогу присылать готовое видео с приложения Акапелла. Ты знаешь, ты буквально с языками... И он уже будет баланс там, кого где мало, кого много и будет примерно вот отличная запись. Ну, ты говоришь просто о стандартных минусовках, о минусах так называемых, правильно? Да. В данном случае минусовок слишком много, получается, если это сексет или квинтет, да? Лень, ну, мы говорим, допустим, о дуэте. Возьмем самое простое и самое сложное, да, сейчас все посмеялись музыканты, самое простое, пошли курить просто на балкон. Ну, конечно, самое сложное одно из, но тем не менее, да, двоих собрать легче, чем пятерых, мы это все прекрасно понимаем. Так вот, минус на минус дает плюс в данном случае. Конечно, нам нужно думать о том, что мы не сможем живую ткань развивать, рубата, которая ни на что не похожа сегодня, похожа на ту же рубата, которая была вчера. Да, это неизбежно, но ведь это тоже красивый выход из ситуации. Это красивый выход из ситуации и более того, этим пользуются и правильно делают. Я надеюсь, что наши возможности в ближайшее время будут расширяться, чтобы мы смогли уже собираться вместе и даже без публики делать какие-то онлайн-концерты с участием ни одного исполнителя и не через наушник приложения капелла, а уже такое живое исполнение просто с видео и звуком на онлайн. Ну, понятно. Я очень надеюсь и очень жду и соскучился по своей профессии. Ну, я тебя прекрасно понимаю и как бы здесь, вы знаете, даже для того, чтобы как-то поддержать друг друга, во-первых, поддержать всех тех, кто нас смотрит, да, ну, это такая первостепенная задача, но и возможно что-то придумать, потому что мы же креативные люди. Знаешь, вот я пока как-то готовилась, заваривала чай к нашему онлайну, да, вот я подстудно думала вообще, что еще такого можно предложить, и мне пришла в голову идея, что, наверное, счастлив сейчас тот, у кого, ну, вот, вне зависимости от возраста, да, там, от того, что с ним происходило, какие-то там конкурсы выигрывали, это все важно, но как бы опустим это, возьмем это за общий какой-то знаменатель. Вот тот багаж, который мы наработали личностно, профессионально, может быть, те работы, которые мы прошли, ну, в общем, всяческие жизненные опыты профессиональные, вот, тот, кто сейчас, наверное, может из, как, не знаю, как из комода все это достать и каким-то образом, вот просто тезис на список написать, вот что я умею, да, наверное, такой вещ-лист, просто такой список must-have, вот то, что я имею на сегодняшний день, и сидеть, и думать, как ты можешь это применить в тех условиях, когда тебе там, по сути, нельзя выходить, ну, в общем, загибаешь пальцы, чего нельзя, пишешь, чего нельзя, и дальше пытаешься вот из этого сложить, знаешь, как вот у меня лежит три кубика, да, из которых, и буквы B, L, Y, я не уйду отсюда, пока не сложу слово счастье, так вот примерно вот такой вот способ. Вот этим мы сейчас и занимаемся, да, получается все. Да, вот тот багаж, чем больше у тебя багаж, тем на сегодняшний день вот в этих условиях больше вероятности того, что ты не пойдешь ко дну, то есть ты сможешь себя как-то прокормить, я говорю как-то, потому что, ну, я не знаю действительно, насколько это возможно, я тоже экспериментирую, как и ты, пойми правильно, как-то прокормить, как-то, чтобы тебя не забыли, там, любили и продолжали тебя слушать, да, то есть, ну, чтобы ты не превращался в какое-то подобие себя, чтобы ты, наоборот, как будто бы открывал, несмотря на весь негатив, который, казалось бы, происходит, новые опции себя, чтобы ты, как ни странно, несмотря на что, продолжал развиваться. Как тебе такое? Как ты понимаешь? Да, опять же, это во многом связано с онлайн, то есть, это уроки, это какие-то записи, которые можно делать сейчас, но у меня появилась вот какая интересная вещь, такой момент, поскольку времени стало больше, свободного, у меня появилась возможность переслушать свои записи, которые были сделаны вот в течение года. Потому что это ты в начале самой нашей беседы сказал о том, что многим музыкантам это очень сложно слушать себя, потому что это такое мучение, но иногда я себя заставляю это делать, потому что это очень нужно, вот как раз, чтобы развиваться, надо понимать и анализировать, что ты сам делаешь. Вот, и у меня появились, появилась возможность вот это вот все отслушать, я вот этим занимался, почти все отслушал, вот у меня осталось, я еще хотел сегодня-завтра дослушать еще парочку записей, я думаю, что это что-то из этого можно выкладывать на такие платформы, как YouTube и тот же самый Instagram, и делать потом что-то новое. А что касается привлечения аудитории к классической музыке, это, кстати говоря, вот я имею в виду сейчас публика, который не музыкант, чтобы им было интересно, тут очень схожий алгоритм именно с детьми, которые как раз пошли в музыкальную школу учиться, значит, что самое главное привить детям, как прививается вообще любовь к музыке, чтобы им было интересно заниматься, то есть не просто там механически, да, вот педагог сказал, вот пальчик поставить, я поставил, а зачем я это сделал, непонятно, вот у меня был такой интересный опыт, когда я учился еще в Мистинской школе, в школе до ЦМШ, у нас был предмет музолитературы, и ввела этот предмет очень интересный педагог, вот я помню, ее звали, зовут Ирина Викторовна, и чтобы нам было интересно, она ставила нам разную музыку и говорила, берите карандаши и фломастеры, будете рисовать то, что у вас ассоциируется, и получались потом совершенно разные картины, когда она ходила по классу, смотрела, кто что нарисовал, так вот, так формируется какое-то образное мышление, которое так важно, чтобы ребенок понимал, что он не просто механически выполняет то, что ему сказал педагог, а чтобы это у него ассоциировалось с какими-то образами, впечатлениями, каким-то внутренним состоянием, таким образом ребенок будет развиваться. То же самое и с привлечением публики, что если какая-то музыка современная или не очень известная, мы можем рассказать, при каких обстоятельствах композитор написал, что он в этот момент переживал или чувствовал, вообще немножко про его биографию, какой он был человек, с кем он дружил и так далее. И мне всегда это было интересно, я читал много книг автобиографических и биографии известных композиторов, музыкантов великих. Ты знаешь, это очень, конечно, здорово. Это здорово, это хороший пласт, который всегда полезно это свой. И в разные моменты биографии разные личности. То есть, конечно, до чего-то должен дорасти ноутбуком, понятно, это логично. Что-то может в детском возрасте, что-то в подростковом, что-то уже и во взрослом. Не каждый взрослый прочитает, да? Слушай, а вот вопрос такой. Ты знаешь, например, такую общеизвестную информацию, что такая суперзвезда, как Билли Айлиш, ну, ты знаешь, да, такую филицию, ее знают все, конечно. Кто? Билли Айлиш. Вот, честно говоря, я не слышал. Я понимаю, что наверняка сейчас многие люди напишут, как так, но я действительно не слышал. Нет, ты знаешь, это не важно. Я, честно говоря, думала, что ты знаешь, потому что, ну, правда, она как бы звучит везде. Не суть важна. Я тебе расскажу, с чем как бы связан мой вопрос. Билли Айлиш, она совсем молода, я не знаю, там, лет 20, наверное, девчонка, которая прославилась на весь мир, у нее там песни, которые слушают от Мало до Велика, ну, в общем, такой поп-рок, фанк, не знаю, фанк, я не знаю, как это назвать направление, не суть важна. Она все свои альбомы записала, сидя у себя дома, на кровати. И меня это натолкнуло на удивительную мысль, что, конечно, в нашей стезе это не принято совсем, но что, если, допустим, начать записывать в каком-то уровне, да, вот эти вот записи, причем, смотри, «Бокс не сбили Айлиш», это был как пример. Такое бывало. Ну, это, естественно, все на профессиональную аппаратуру, то есть это не как мы балуемся, развлекаемся сейчас. Идя дома в тапочках, это как бы уже становится возможным, то есть тебе не обязательно выезжать на студию, и как бы это, это уже материальный эквивалент, то есть это уже некий носитель, который, ну, можно монетизировать. Еще одно соображение в эту же тему скажу, и ты сейчас расскажешь свой обед. У нас есть такая личность, как Глен Гульд, да, в истории музыки. Напомню, что... Он очень много записывал ведь у себя дома вообще. Да, то есть представляешь, человек, который, по сути, не был изолирован, да, вот он как бы сейчас может стать ключом, какому-то, ну, вот, направлению того, чем можно заняться в таких вот условиях. Он по другим причинам писался и очень мало играл, да, концертов живых. Но видишь, как мозг как бы работает. Вот тебе несколько таких вот идей, затей. Что ты скажешь на этот счет? Вот если бы тебе такое предложили. Хотя, что-то я тебе не предлагаю. Ну, такие люди, как Глен Гульд, он для меня как абсолютно фантастический музыкант, при этом какой-то ученый, который действительно сидит у себя в какой-то лаборатории и постоянно разбышляет мысль, это играет с бешеной самоотдачей на этих записи, это ощущение, что как будто это воздействие сильнее, чем если бы я услышал что-то подобное вживую. Действительно есть. Он мастер именно вот этого жанра записи. Надо отдать должное. Действительно, это правда. Как я отношусь? Я считаю, что сейчас можно уже начинать привлекать профессиональных звукорежиссеров, хотя именно тех, у кого есть возможность дома работать с аппаратурой. У кого-то есть сейчас бывает, вот есть Zoom, это профессиональный диктофон, а также есть, я не знаю, как правильно называется, такая панель, где она многофункциональная. И ты можешь работать дома и писать звук профессионального качества. Так что можно сейчас в качестве эксперимента записывать академическую музыку таким образом. Слушай, ну мне кажется, что настроение у тебя немножко поднялось, или мне кажется? Да, да, я действительно сейчас подумал, почему бы нет. Надо посмотреть, до какого числа будет карантин. Если это еще все на месяц продлится, мы обязательно должны этим заняться. Там будет, получится хорошо. Нам тут пишут массу комментариев, на самом деле, хотя аудитория, небывалый случай, общается сама между собой, в том числе. Как бы отсюда все равно, что мы тут с тобой говорим, да, то есть бесплатное такое приложение, а кто-то просто принимает участие, что да, когда узнаешь, что происходит во время написания произведений, что происходило в жизни композитора, многие произведения звучат совершенно иначе. Ну да, они просто писают бредом чаще всего, потому что, как правило, люди очень благодарны, когда начнут описать музыку 20 века, ну по понятным причинам. Вот, можно записывать музыку 20 века вот таким вот образом. Я сейчас подумал, это может быть произведение Шнитке, еще что-то. Ну да, и причем... Или Стравинского хорошо, потому что там ритмически все, как правило, организовано очень точно. Да, сейчас такое хитрое время, при том, что мы как бы сидим, ну по одному там, по двое, да, это удача, если мы вдвоем и музыканты, да, это как бы вообще какой-то просто, не знаю, фунг-хаус, вот, но мы сидим по одному, мы все равно можем в одиноче что-то сделать, потому что для каждого сольного инструмента, ну существует ряд произведений, просто для каждого он свой, да, а диктофон или какая-то студийка, да, даже... Привет, Катя. Она может решить в данном случае. Вообще я очень рада, что мы с тобой столько вот, как мне кажется, много умозаключений набросали, да, сюда, в это обсуждение. Главное, чтобы это имело какую-то реализацию. Конечно, мне бы хотелось обойтись без этих идей, не потому что они плохие, а потому что все-таки хочется какого-то именно живого творчества, вот эта отдача, когда ты выходишь в полный зал, где сидит публика, и получается, что музыкант отдает, но когда он чувствует вот эту обратную энергетическую отдачу, происходит такой обмен, и это так, в общем, вдохновляет и окрыляет. Я считаю, что ради этого вообще не стоит на сцену выходить, когда ты чувствуешь поддержку от своих друзей, от слушателей. Ну, это понятно, это безусловно, Леня, это сейчас, скажем так, это план Б, то, что, да, обсуждается, но просто этот план Б, понимаешь, мы живем. А план Б всегда должен быть. Да, да, поэтому, то есть мы как бы остаемся на позитиве, мы ждем у всех концертные залы, друзья, пожалуйста, да, как бы будут концерты, все будет хорошо, но на всякий случай, вроде люди нервные, да, но на всякий случай у нас есть план Б. У нас есть план Б, и действительно, это можно начинать делать прямо с завтрашнего дня, просто узнавать о возможности, у кого есть аппаратура, и действительно начинать что-то записывать. Ну, конечно. Просто, опять же, получается, по закону, если ты поедешь куда-то в какую-то студию, если ее откроют, или домой к звукорежиссеру, тоже такой, не все сейчас хорошо к этому относятся, кто-то вообще боится выходить из дома, заказывать онлайн-доставки, то есть так или иначе, это связано с какой-то коммуникацией. Не обязательно, ты можешь себе купить полупрофессиональную, как бы, такую вот портативную студию, А, вот заказывать, да, вот тогда надо немножко поучиться, как это делать правильно. Ну, Леня, ну сейчас много времени для того, чтобы научиться, то есть, может быть, его всегда мало этого времени, потому что я забыла сказать дорогой аудитории, что мы еле-еле вообще нашли час времени. Да, вот я до сих пор вот в концертной рубашке, потому что постоянно концерты, сейчас репетиции, очень-очень тяжело. Я в концертной рубашке, в концертных джинсах сижу, у меня абсолютно секунды свободные, ничего не могу поделать. вот, ну, ничего, Леня, мы как бы прорвемся. Графики наши плотные, но мы сможем сейчас сделать что-то, нечто. да, так что, конечно, профессию не надо забрасывать, это же так говорю, да, и будем действовать в зависимости от ситуации, от возможностей, которые нам будут предоставлены. Я надеюсь, что сейчас все пойдет только в сторону улучшения в этом смысле. Ну, безусловно, я тоже, я в этом не сомневаюсь, ты знаешь, самое главное присутствие духа и использовать это время, ну, для себя с наибольшей пользы, да, ведь столько можно выучить хороших произведений, давай иначе взглянем на это, ну, давай честно, давай просто вот по-честноку скажем, ну, ведь кайф заниматься, да, есть чем заниматься, наконец-то нет этой гонки, во все можно найти позитив, верно? Да, и действительно, вот именно занятия не отвлекают в хорошем смысле, потому что, конечно, можно и сериал посмотреть, это никто не отменял, но если заниматься этим целыми днями, вот, вот честно, надоедает, вот уже через два дня ты чувствуешь, что ты просто, просто жаждешь вот этой деятельности, потому что ты привык так жить вот до этого, и тут резко говорят, я помню этот момент, прекрасно, у меня 16 марта был день рождения, да, часы, правда, а сколько у нас осталось, я не вижу часов, почему-то, 15 секунд, 14, 13, мы сейчас выйдем еще раз повторно в онлайн, с вами попрощаться, дорогие друзья, сейчас я перевткнусь, поэтому подожди, сейчас встретимся, да, до встречи, до встречи, Продолжение следует...